Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Мои коллеги расскажут о главных событиях недели. Смотрите прямо сейчас. Вирус отступает. Губернатор рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. Борьба со стихией. Муниципальные службы работают на пределе возможностей. Две тысячи погибших в пожарах. Неумолимая статистика на совещании МЧС. Сотрудники обсудили меры профилактики несчастных случаев. Создание устойчивого коллективного иммунитета позволит и людям, и бизнесу вдохнуть полной грудью. Поэтому особое поручение Минздраву провести вакцинацию на высоком уровне, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на оперативном штабе по пресечению распространения коронавируса. За последние две недели количество заражений уменьшилось вдвое. Сейчас важно взять под контроль не только доставку вакцины и ее правильное хранение, но и обеспечить корректную работу сервисов для записи на процедуру. Максим Васильев продолжит. Стабильно и подконтрольно эти два тезиса главные при упоминании коронавируса в Рязани. Вернее, по словам губернатора, должны стать главными на ближайшие месяцы. Цифры новых заражений оптимистичны. Это уже не 140 ежедневные, даже не 100. Сегодня их ровно 70. В областном Роспотребнадзоре с небольшим увлегчением, но по-прежнему осторожно констатируют. Снижение всех показателей налицо. Коэффициент распространения равен 0,9 при нормативном показателе единицы. Показатель свободного коечного фонда составляет 90-85%, норматив не менее 50. Отмечается снижение числа случаев внебольничных пневмоний. В структуре заболеваемости удельный вес среднетяжелых форм уменьшился почти на 2%. Не регистрируются групповые очаги заболевания в организованных коллективах. Студенты и курортники в зоне особого внимания. В целом обследована уже треть населения области. Тотальная иммунизация – задача номер один на передовой образование и сфера соцобслуживания. Уже привито около 24 тысяч человек. Но беспокойства по этому поводу власти нет. Доз вакцины почти вдвое больше. Волнительно группа риска. Поэтому в указе о смягчении ограничений в Рязанской области людей этой категории нет. Сразу скажу, что смягчение ограничений не затрагивает пока граждан категории 65+. Для них режим самоизоляции по рекомендации специалистов продлен до 14 марта 2021 года включительно. Во-первых, изменения позитивные касаются предприятий общественного питания, о чем нас очень многие просят. Это и бизнес, ну и, собственно говоря, клиенты предприятий общественного питания. Сейчас, с 25 февраля, они смогут работать не до 23.00, а до 1 часа ночи. Еще одна корректировка для цирков, театров и кинозалов. Теперь их можно заполнять наполовину, а не на треть. Маски, санитайзеры и общую гигиену, понятно, никто не отменяет. Все, что касается ковида, по-прежнему под неусыпным контролем. Максим Васильев, телекомпания «Город». Детские пособия, новые правила техосмотра и дорожный знак, не виданные ранее. Эти и другие нововведения вступят в силу с марта. Далее Валерий Седов подробно остановится на каждом пункте. Главная тема марта – это техосмотр по новым правилам. Готовились к этой реформе давно, и она должна была вступить в силу в 2020-м. Реализацию перенесли из-за пандемии. Общий смысл реформы – это устранить возможность продажи диагностических карт, необходимых для покупки полиса ОСАГО, когда автомобиль даже не заезжал на пункт проведения техосмотра. Теперь авто будут фотографировать дважды на этом пункте. Одно фото до прохождения, другое после. Сами карты стали полностью электронными, и их количество в день на пункт ограничено. Подозрительные диагностические карты контролирующие органы при МВД могут аннулировать. И когда закон уже должен был вступить в силу 1 марта, в правительстве страны объявили об его отсрочке до осени 2021 года. Порядок предоставления детских пособий вернется к прежнему. До пандемийному порядку. Начиная со 2 марта 2021 года, не действует беззаявительный порядок назначения детских пособий малообеспеченным семьям. Конкретно речь идет о выплатах на детей, родившихся с 1 января 2018 года. В семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Теперь для продления выплат нужно снова подавать заявление, извещать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства. И до конца марта нужно будет успеть обратиться за детскими выплатами, которые объявили еще в декабре 2020 года. К дорожной теме. С 1 марта на дорогах страны появится новый информационный знак – фото-видеофиксация. Он заменит аналогичную табличку. Только если раньше знак сам по себе никакой информации не нес, то новый должен предупредить водителей об установленных камерах фиксации в ближайшие 150-300 метров. Знак установят только вне населенных пунктах. Появился закон и об иностранных агентах. Если человека признают таковым, то с 1 марта он может подвергнуться уголовному преследованию. Оно с такой же вероятностью наступает и после административного наказания за аналогичные нарушения. Обновления ожидают и портал госуслуги. Помимо стандартных обновлений, таких как оформление личного кабинета, пользователей ожидает голосовой помощник. С марта на портал переведут еще 20 популярных услуг, а до конца года – более 100. Качество лекарственных препаратов станет лучше. Пока что в теории. С марта в Евразийском экономическом союзе, куда входит Россия, появится единый свод требований к качеству лекарственных препаратов. Составители ориентировались на лучшие мировые аналоги. Приведет ли это к повышению качества – покажет только время. Валерий Седов, телекомпания «Город». На протяжении последнего месяца рязанцы регулярно обращали свое внимание на заснеженные участки дорог и тротуаров. Из-за сильных метелей в регионе только за одни выходные могла выпасть месячная норма осадков. В результате водителям и пешеходам периодически приходилось сталкиваться с трудностями, особенно в отдаленных районах Рязани. Одна из жалоб до дня поступила из поселка Мехзавода, куда и отправилась Анна Герцовская. Заснеженные автомобильные дороги и тротуары – именно с такой проблемой обратились в нашу редакцию жители поселка Мехзавода. Как они пояснили, самые труднопроходимые места встречаются по утрам после сильных снегопадов. Основная проблема – это утренний подъем в горку к остановке 62-й маршрутки. Когда снег выпадет, хорошо, если к вечеру более-менее получше. А так-то подняться невозможно. В течение дня уже там разобьется, уже протопчут люди и уже тогда полегче. А так, нет, с утра очень плохо. Ни машины не въехать не могут, ни люди не пройти. Очень опасно. Тут тоже падало несколько раз. Машины обычно доезжают вот до круга и все, разворачиваются и уезжают. А когда гололед, вообще невозможно подняться. То есть здесь не посыпаются. Ни здесь вот спуск, ни во дворах, нигде. Сейчас много жалоб от местных жителей поступило по поводу всей этой дороги, ведущей от остановки к местным домам и к школе номер 54. На ситуацию быстро отреагировали представители дирекции благоустройства города. По обращению жителей бригадой рабочих зеленого хозяйства, дирекции благоустройства была произведена расчистка тротуара и пешеходного перехода у школы номер 54 в поселке Мехзавода. Хочу отметить, что дирекция благоустройства оперативно реагирует на обращения жителей, поступающие в диспетчерскую и через социальные сети. Работы проводятся по плану, контролируют его исполнение руководители подразделений. Несмотря на резкое потепление и таяние снега, представители дирекции благоустройства продолжают убирать заснеженные территории не только на этом участке. Теперь школьникам и горожанам станет легче преодолевать маршруты от дома до школы, до работы и обратно. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Убирать снег на дорогах – задачи муниципальных служб, а вот дворовые территории и площади перед торговыми центрами, магазинами и кафе – задачи управляющих компаний. В первом случае – и хозяев заведения во втором. Жители частного сектора, владельцы собственных домов, тоже ответственны за чистоту вокруг своего жилища. Выполнение обязательств контролирует администрация города. Следующий материал об этом взаимодействии. Заснеженные дворы – проблема, настигшая рязанцев, в связи с очень снежной зимой. Моя техника работает на муниципальных территориях практически круглосуточно. А вот площадки возле торговых центров, например, как и возле любых негосударственных учреждений – это заботы так называемых хозяйствующих субъектов. В этом году, конечно, зима удалась, хотя, судя по истории, сам помню, что снега было и гораздо больше. Тем не менее, хозяйские субъекты, которые не соблюдают требования правил обостройства, касающиеся очистки входных групп, козырьков от наледей. В отношении таких людей принимаются меры административной воздействия, вплоть до составления протокола. В этом году только за февраль такие предписания составили в отношении 125 хозяйственников. Это некое предупреждение, и у собственника есть время, чтобы исправить ситуацию, почистить снег, убрать наледь, привести прилежащую территорию в надлежащий порядок. Если же этого не происходит, нарушителю грозит штраф. Нарушителю грозит как предупреждение предусмотренной нормы, так и административный штраф. И на юрлиц он достаточно серьезный. То есть от 10 до 200 тысяч – это достаточно серьезные меры, которые, в общем-то, сразу можно сравнить, что легче – почистить снег, либо заплатить такие штрафы. Иногда воздействовать приходится и на управляющие компании, которые не исполняют своих обязательств по содержанию дворовых территорий в чистоте и доступности для людей. В феврале выписано 6 предупреждений в адрес управляющих компаний. Материалы могут быть направлены в госжилинспекцию, если ситуация не изменится, а наказания довольно суровы. Физические лица, а именно горожане, проживающие в частных домах, обязаны благоустраивать и содержать территории в границах отведенного им земельного участка. За собственником индивидуальных жилых домов закреплена обязанность по уборке прилегающей территории. В этих правилах четко описано, что такое прилегающая территория. Это в основном территория в границах отведенного земельного участка и 5 метров прилегающей территории. И обязанность по уборке возлагается по трем направлениям. Это первый окос травы в летний период, когда она уже больше 15 сантиметров. Подбор мусора раз в неделю, уборка снега. С этими правилами люди согласны. Содержание собственного дома и территории рядом естественно для тех, кто обзавелся частным жильем. Я считаю, что возле своего дома каждый должен почистить. Только вот где дорога ездит, эти машины, то там должен трактор проезжать. А так все своими силами справляемся. Как сегодня вот упал с крыши все, то уже третий час. Муж вообще не выходит, а это эти, да. А так нет, часочек уходим, если, видите, немножко отдохнем, потом опять. В течение дня вполне мы не работаем. Это тяжело тем, кто работает. А мы сидим дома, мы пенсионеры. Конечно, для совсем пожилых людей префектура находит иные выходы. Штрафы тем, кто самостоятельно чистить снег не способен, назначаться вряд ли будут. Однако здесь стоит помнить, мир вокруг начинается с нас самих. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани поймали закладчика. Он работал сразу на два интернет-магазина. Валерий Седов продолжит. На кадрах оперативной съемки закладчик показывает содержимое в своей квартире. Тут и пакетики с наркотиками, и мефедрон в упаковке из-под лапши быстрого приготовления. Всего 255 грамм мефедрона и 33 грамма марихуаны. Причастен ты? Причастен. Перед началом обстрелом в квартире задается вопрос, имеется в квартире что-либо запрещено? Оружие, наркотики, бредприпасы? Имеются. Что? Наркотики. Какие? Мефедрон и мейхуаны. А задержали закладчика благодаря случаю. Полицейские патрулировали советский район Рязани и заметили спящего на лавке юношу. Разбудили, спросили, что с ним. От помощи юноша отказался, но вел себя неадекватно. Тогда полицейские и решили доставить его в отдел. А перед этим спросили, нет ли с собой оружия или наркотиков. И парень признался, что есть. На место для проведения личного досмотра прибыли сотрудники управления по контролю за бортом наркотиков ОНРП. И они обнаружили у мужчины более 50 свертков с запрещенными веществами. Как выяснилось, 30-летний рязанец работал сразу на два интернет-магазина по сбыту синтетики и марихуаны. В тот день он занимался закладкой наркотиков. Зашел в торговый центр погреться. И поскольку был еще под воздействием наркопрепарата, уснул на лавочке. Оперативно-следственные мероприятия продолжились. Закладки нашли на улицах Рязани. Теперь возбуждено уголовное дело по статье покушения на незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размере. В отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Валерий Седов, телекомпания «Город». Тема пожарной безопасности всегда остается актуальной. Только в прошлом году почти 30% от всех возгораний на территории России произошли в зданиях жилого назначения. В результате погибло более 2000 человек, из которых более сотни – дети. Профилактика подобных происшествий регулярно происходит в нашем регионе. На очередной пресс-конференции временно исполняющий обязанности начальник управления МЧС России Паризанской области подвел итоги прошлого года, рассказал о проходящих учениях и планах спасателей на будущее. Подробнее Анна Герцовская. 432 возгорания в зданиях жилого назначения. Именно столько пожаров в прошлом году произошло в домах Рязанской области. В результате происшествий погибли 76 человек, в том числе 4 ребенка. Чтобы минимизировать риск возникновения трагических ситуаций, в регионе регулярно проходят профилактические мероприятия. Недавно учения состоялись в одном из самых высоких жилых домов Рязани. По легенде, возгорание произошло на 32 этаже здания. Мы приняли за идею учения по наихудшему сценарию вообще. Все, электричества нет, в районе все выключено, и как мы можем потушить пожар. Есть у нас насосы пожарные различной мощности, 40 атмосфер, 70, 100 даже есть. Использовали все эти насосы для подачи воды на 33 этаж. Мы подсоединили свои пожарные рукава к сухотрубу и подали воду на 33 этаж. Все получилось, вся система работает, давление создается. И наша техника способна подать воду через сухотрубу данного дома в воду на 33 этаж. После тушения пожара на этаже, по легенде, ситуация вновь накалилась. Спасателям дополнительно была усложнена задача. Пожар перекинулся на кровлю. Далее по вентиляции пожар ушел на кровлю, загорание на кровлю. И пострадавшие на кровлю организовали спасение самоспасателям через незадымляемую лестничную клетку. И организацию тушения пожара по сухотрубам через наши пожарные машины, когда полностью отключилась электроэнергия в районе не только дома, а района. Таким образом, рязанские пожарные подтвердили, что могут спасти людей даже с самых высоких этажей. В этом помогут средства индивидуальной защиты органов дыхания. Стоит сказать, что большая ответственность при возникновении пожаров в жилых домах лежит на самих жителях. За прошлый год из-за неосторожного обращения с огнем случилось 40% возгораний. Из-за неисправности оборудования – 36%. Поджоги составили 10% от числа возгораний в жилом секторе. И 8% пожаров случилось из-за неисправности печного отопления. Некоторых ситуаций можно избежать, соблюдая правила безопасности при обращении с огнем, с электроприборами. Кроме того, необходимо регулярно напоминать об этих правилах как младшему поколению, так и пожилым представителям населения. Если загорание не проходит не в личной квартире, если вы сидите в квартире, обнаружили где-то запах дыма, гаря, конечно, нет необходимости эвакуироваться. И бывают больше случаев, когда человек получает травму, отравление угарным газом, когда выходит на личную клетку. Казалось бы, загорелась на первом этаже обычная мусорная камера, дым идет вверх. Человек почувствовал и пытается эвакуироваться, получает, вдыхает себя и получает травму, отравление угарным газом. В этом случае двери заделать мокрыми тряпками, чтобы щелей не было, и дожидаться до прибытия пожарно-спасных подразделений. В таком случае спасатели сами эвакуируют граждан. Если же возгорание произошло непосредственно в своей или близлежащей квартире, нужно немедленно вызвать сотрудников МЧС, позвонив по номеру 01-101 или 112, и сообщить адрес возникновения пожара и указать свою фамилию, имя и отчество. При этом следует оценить обстановку, и если человек сам может потушить возгорание, это лучше сделать огнетушителем, который должен находиться в доме или в квартире. Если же это невозможно, необходимо сразу же покинуть помещение, по возможности закрыв двери и окна. Кроме того, если в жилом доме есть кнопка пожарной сигнализации, необходимо на нее нажать. От того, как сработают в чрезвычайной ситуации сами жильцы, зависит их жизнь. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». А теперь о событиях недели. Исполнили мечту юного рязанца. В этом ему помог президент России и региональная МЧС. Сейчас расскажем подробнее, как эти факты расплелись воедино и получилась чудесная новогодняя история. Расскажет Валерий Седов. Это ты сидел в машине «КамАЗ» называется, а это «Урал». Смотри, какие большие колеса. Специально, чтобы по грязи ездить. Куда-нибудь в деревню. Рост почти с тебя. Доступные места. Почти ростом с тебя. Почти ростом с маленького Игоря колеса пожарного автомобиля «Цистерны». Полный привод. Но таких, говорят мальчику, можно как по городу проехать, так и по бездорожью. И еще одна мечта Игоря сбылась. Он прокатился на пожарной машине с мигалками, как ему и хотелось. У Игоря с рождения детский церебральный паралич. Ему 11 лет, он на самостоятельном обучении во втором классе. С детства увлекается пожарными машинами. Маме Игоря, Ирине, даже посчитать сложно, сколько у мальчика автомобилей в коллекции. Но хоть миниатюр масса, а в настоящей посидеть никогда не удавалось. До сегодняшнего дня. Было желание посмотреть, во-первых, в настоящую увидеть машину, увидеть внутри посидеть, прокатиться, конечно, мигалки, ну как мальчик, да. А работа пожарных ему была очень интересна. Удалось это сделать благодаря «Елке желаний». Это всероссийская новогодняя акция. Люди со всей страны присылают желания и их вешают на елку. Традиционно первый снимает президент России. Нашему полномочному представителю по Центральному федеральному округу Игорю Олеговичу Щеголеву выпала честь тоже снять подарок и оказался именно подарок и с пожеланием мальчика Игоря. Игорю устроили экскурсию по пожарно-спасательной части номер два. Он побывал в учебном классе, посмотрел на комнату отдыха и увидел пожарные автомобили. Он эмоциональный парень, посидел в пожарной машине, посмотрел наше помещение, где пожарные переодеваются, где отдыхают, спортивную комнату. По окончанию экскурсии Игорю подарили точную копию пожарной лестницы на базе ЗИЛ-131. Теперь его коллекция пополнилась. Но пополнилась и эмоциональная коллекция от посещения места своей мечты. В одном из домов Рязани жители с нетерпением ждут капитального ремонта кровли. Там влага с крыши попадает на пятый этаж и далее протекает вплоть до первого. От происходящего разрушаются потолки и стены. И если капремонт крыши выполнить обещают, то что делать с канализационными отходами, которые заполнили весь подвал, пока не ясно. Рухнувший потолок, трещины на стенах, холодные батареи, заваленный мусором подвал, в котором уже появилось подобие сталагмитов от протекающей канализации. Все это происходит в Рязани, в общежитии по адресу Пугачева, дом 7А. Это здание построено в 1978 году. И уже недавно одна из жительниц первого этажа пострадала от обрушения потолка. В нашей квартире в соседнем тамбуре от меня кусок упал на голову одной из жительниц. Плюс еще вот над вестницей падали буквально куски, кирпичи. Эту пятиэтажку уже который год затапливает с последнего до первого этажа. Всему виной протекающая крыша. От постоянной влаги страдают не только потолки, но и стены во всем здании. По швам они идут. Даже с подъезда видно, когда поднимаешься. Жильцы ждали капитального ремонта крыши в прошлом году. Однако этого не случилось. Теперь люди остерегаются весеннего потепления. И уверены, что вода, как обычно, попадет в квартиры, коридоры, санузлы и на лестничные площадки. В случае протечки крыши жители спасают себя и соседей своими силами. Ставим вот эти тазички, бачки, чтобы не протекал на пол. Но все равно толку нет. Там, если даже пробовать что-то латать, фрагментарный ремонт ничего не даст. Там добраться на крышу не факт, что люди не провалятся. 2021 год должен стать для местных жителей счастливей. Им пообещали выполнить капитальный ремонт кровли. Даже если этот вопрос решится, жильцы не понимают, кто понесет ответственность за промокшие насквозь здания и разрушенные от влаги стены и потолки. Кроме того, граждан беспокоят инженерные коммуникации, которые сейчас не попадают под капремонт. В частности, происходят регулярные прорывы канализации. Их устраняют представители управляющей компании. По мере того, как происходит один прорыв, второй, они приезжают, пытаются устранить. Но на ветхих коммуникациях это достаточно проблематично. Делают одну дырку, латают, тут же образуется вторая. А дыры уже образуются на трубах чуть ли не с руку диаметром. Управляющая компания «Теплый дом» взяла это здание на обслуживание полтора года назад. Ситуацию с инженерными коммуникациями прокомментировал руководитель организации Георгий Андреев. Дом проблемный. Изношенность коммуникации по некоторым позициям достигает 80%. После контакта с жителями и общения со старшим по дому, организация выделила собственные денежные средства для проведения независимой технической экспертизы. Независимая техническая экспертиза в мае 2020 года провела обследование всех коммуникаций на данном доме и признала их непригодны для эксплуатации на журом доме. В управляющей компании сообщили, что заключение экспертизы было отправлено в управление ЖКХ и в Государственную жилищную инспекцию. Дальнейшая Государственная жилищная инспекция подтвердила данное заключение. Но, к сожалению, пока мы не смогли добиться того, что данный дом попал под программу капитального регламента в плане ЖКХ и коммуникации. Поэтому пока эксплуатируем то, что есть. Слесаря у нас тут практически в зимний период не уходят. Они либо в подвале, либо бегают по дому, что-то пытаются. Поезжают, опять звоним, то или иной прорыв. То за окном начинает парить, отопление рванет, то еще что-то. В начале текущего отопительного сезона здесь произошел серьезный прорыв горячей воды. Кроме того, большая проблема существует в подвале здания. Там находится зловонное канализационное болото, которое образуется не только из-за протекающих труб. Плюс еще дом находится в низине. Весной, когда таяние снега, и соседние малосемейки канализации к нам течут. Естественно, подвал постоянно в воде. Управляющая компания регулярно откачивает нечистоты из подвала, ликвидируя последствия неудачного расположения дома. Там проходит тупиковая канализационная ветка, поселок Шлаково настраивается, строятся новые дома, а канализационные сети не реконструируются. И происходит постоянный трассвор. Все канализационные стройки из поселка Шлаково стекаются в колодцы возле этого дома. Соответственно, колодцы заполняются, и все эти массы начинают поступать в подвал данного дома, что еще больше усиливает износ. Как жильцы, так и управляющая организация сходятся в одном. В доме номер 7а на улице Пугачева необходимо сделать не только капремонт кровли, но и инженерных коммуникаций. Основные конструкции, по словам руководителя управляющей компании, являются надежными, и здание может прослужить долгие годы, если сейчас им заняться. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Непредсказуемость февральской погоды уже не удивляет. Крепкие морозы и обильные снегопады в течение суток сменяются оттепелями. Но потом морозы возвращаются вновь. Дарья Ромашкина, синоптик, расскажет о причудах последнего месяца зимы и погоде на выходные. Последние дни февраля, знаменованные резким потеплением, температура воздуха буквально за сутки подскочила больше, чем на 20 градусов. Лютые морозы ниже минус 20 сменились оттепелью, плюс 5, и как результат под ногами непроходимые лужи, с непочищенных крыш сползают глыбы мокрого тяжелого снега, в связи с чем рекомендуем аккуратнее передвигаться рядом с многоэтажками и внимательнее выбирать места для парковки своего транспорта. Рекорд максимальной температуры воздуха для Рязани 26 февраля составляет плюс 6 градусов ровно. Был зафиксирован в 1990 году. Навряд ли будет перекрыт, хотя и значения очень близки к рекордным. В субботу дневной показатель термометра около нуля, уже вечером понизится. Местами ожидаются осадки, а на дорогах, что вполне логично, сильная гололедица. Среднесуточная температура воздуха будет соответствовать началу апреля, плюс 1, плюс 2 градуса. 28 февраля осадки маловероятны. Ночью подморозит до минус 10-15 градусов, днем 2-7 градуса со знаком минус. Все эти скачки, растаявший снег, затем мороз, обещают сильнейшую гололедицу и не очень хорошее самочувствие метеозависимым людям. Подпортилось настроение и у тех, кого зима в этом году радовала сильнее других, любителей зимних видов спорта. Однако март, хотя и сложно прогнозировать заранее, пока сохранит и снег, и морозец. Первый день марта погода не изменится. Без осадков и с чуть пониженным температурным фоном. Ночные часы минус 15-10 градусов, днем минус 1-6. А вот со 2 марта придет новая волна кратковременного потепления. Так что синоптики предупреждают, к переменчивости погоды, пожалуй, пора привыкнуть. Набраться терпения, быть аккуратнее на дорогах и помнить, всякая погода – благодать. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте и в социальных сетях телекомпании. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Корректор А.Кулакова